Если бы эти случаи не были засняты на камеру, никто бы не поверил, что они реальны. Сегодня я покажу вам случаи, когда люди буквально родились в рубашке. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов. Мы с вами просто счастливчики. Во-первых, мы не попали в такие ситуации, как герои моего видео. А это уже, поверьте, повезло. А во-вторых, у вас есть возможность подписаться на мой канал. Жмите, и мы начинаем. Этот парень заслуживает Оскар за лучшую операторскую работу. Спортсмен не перестал снимать, даже несмотря на надвигающуюся лавину. К счастью, он смог выбраться из снега сам и помочь выбраться другим. Но вы же знаете, по закону жанра оператор всегда остается в живых. Не получается, я не слышу спасателей. Все будет в порядке. С какой скоростью вы готовы ехать в тумане? Гонщик Зампарелли ехал со скоростью 240 км в час. А впереди в тумане его ждал сюрприз. Это могла быть последняя тренировка юной гимнастки, но ей повезло с тренером. Смотрите еще раз. А вот что я называю отличным броском. Да, он попал точно между пальцами. Я бы наверняка промазал. У этого парня явно какие-то терки со скалой. И точно второй день рождения. Скала утверждает, что это была самооборона. Тот момент, когда ты настолько везучий, что... Даже эти ребята тут бессильны. Что может быть хуже, чем внезапно споткнуться, спускаясь по скале? Хорошо, что у парня была кирка. Иначе бы он проделал трюк из Лары Крофт в реальной жизни. Играть с самолетом из ГТА слишком скучно. А вот так в самый раз. Правда, мои друзья утверждают, что это никакая не случайность, а точный расчет. А как вы думаете? Несколько ребят прыгали на батуте, как вдруг один из них решил улететь на Марс раньше Илона Маска. Не буквально, конечно. Приземлился он удачнее ракеты. Начальник, я правда не знаю, что случилось с продуктами. Грузчики просто не умеют складывать. Просто чудо, что эта фура не перевернулась. Он явно не ожидал, что бутылочка колы с Ментосом превратится в бумеранг. Одним словом, счастливчик. А этот глюк в матрице мог сыграть злую шутку с мотоциклистами. А вот чем занимаются везучие люди на карантине. Это мое любимое. Потому что такое могло произойти только... Я точно... Этот парень определенно никогда раньше не видел фильма «Челюсти», пока он ничего не замечает. А дайверы смотрят это кино в 3D. Где-то я видел такое шоу. Если оно кажется вам скучным, посмотрите, что творит сломанный кран на корабле. Нет, это не чудо-женщина. Это азербайджанская журналистка, которая даже бровью не ведет, когда в нескольких сантиметрах от ее головы пролетают военные самолеты. Я как человек, много лет проработавший на телевидении, скажу, это гениальный, неповторимый стендап. После такого захода можно даже ничего не говорить. А эта девушка решила сплавиться на каяках не в том месте и не в то время. Кит чуть не проглотил ее лодку вместе с рыбой. Если вы боитесь самолетов и предпочитаете автобусы, следующие кадры изменят ваше мнение. Я лично в автобус больше не ногой. Вот что я называю действительно быстрой доставкой. Вот это сервис. Кажется, эта женщина фанатка форсажа, ведь она хотела проскочить прямо перед поездом. Захватывающий дух момент, когда джип встал на задние колеса. Ииии... Невероятно! Я и правда задержал дыхание, а вы... Не все герои носят плащи. Или рубашки. Смотрите, он реально спас жизнь этому парню. Пока гонщики выполняли трюк «Поцелуй со стеной», оператор чуть не поцеловался со спойлерами машин. Эй! Что случилось? Лыжник даже не добрался до трассы. Ему повезло застрять на подъемнике. Ииии... Мимо! Сегодня точно не его день. Везучая девушка выиграла неожиданный приз. Телевизор. А водитель решил сделать небольшой крюк, который спас ему жизнь. И еще несколько историй, снятых совершенно случайно. Неудачный бросок этого парня внезапно превратился в удачный. Двое парней все идеально рассчитали и справились с задачей. Сообразительность этой девушки спасла ее машина от угона. И небольшие габариты, конечно. Не каждый сможет так заскочить в окно автомобиля. Автомат был явно настроен оставить деньги и зажать банку. Но удача на нашей стороне. Кажется, аварию не избежать. Деваться некуда. Но смотрите, как все обошлось. Просто фантастика. Представил себя в такой ситуации и мурашки пошли по телу. А вам когда-нибудь везло так по-крупному? Пишите эти случаи в комментариях. Если понравилось, тоже пишите. Продолжим эту тему на канале Профессор Гуглов. До встречи! Продолжение следует... Продолжение следует...